Важность нашей экспертной встречи 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 и пытаться, чтобы они вели какую-то социальную работу. И вот хочу сказать, за два года деятельности нашей социальной патронажной службы бывшими наркозависимыми людьми, которые проходят нас в эмитации, не было совершенно ни одного правонарушения у этих беззащитных стариков, ветеранов и пенсионеров, от которых даже отказались некоторые из их детей. И мы считаем, что больших успехов достигли в этой работе. И вот хотелось бы тоже привести пример. У нас на реабилитации есть Настя с города Москвы, и это на данный момент 16 лет. Она не хотела проходить реабилитацию нашими усилиями совместными с родителями. Мы все-таки на месяц ее убедили проходить реабилитацию. Она в течение месяца была, и вот взяли ее с собой к одной старушке, которая просто пришла, у нас много снега выпало в Ростове, и мы убирали этот снег, и вот эта вот старушка подошла к ней, обняла ее, плакала и благодарила ее за то, что она сюда пришла, за то, что она помогла. И после разговора с этой старушкой она вышла ко мне со связами на глазах и сказала, что она остается на полный курс реабилитации, у нас год реабилитации, и сказала, что она благодарна, что мы ее привели, что мы ее не отправили домой, и на данный момент она проходит реабилитацию. И хочу сказать, что она начинала употреблять наркотики в клубах, потом закончила подвалами, и вот после этого только к нам попала. И вот сейчас, на данный момент, я считаю, что у этого человека большие шансы поставить на ноги, выйти ей в социум, и чтобы она стала не просто, допустим, матерью, не просто рожала детей, была женой кому-то, а была и социально полезным членом общества. И к чему я это все рассказал? На данный момент нам выделен гектар земли в городе Батайске, мэром города, и мы сейчас строим реабилитационный социальный центр имени Макаренко Антона Семеновича. Почему Макаренко? Потому что этот человек в годы разруки, в годы страшной ситуации в нашей стране, он смог поставить на ноги много-много людей, сотен людей, которые были преступниками, которые были беспризорниками, которые приносили вред государству, и ни один из этих людей потом не оступился, не вернулся назад. И поэтому мы хотим взять опыт этого человека и перенести на тот реабилитационный центр, и чтобы люди все-таки могли спасаться, исцеляться, становиться социально полезными членами общества. На данный момент построен фундамент, железнодорожный вагон там стоит, несколько человек уже проживают, и на данный момент мы нашли спонсора, который уже завозит стройматериалы полностью на постройку жилого корпуса 245 квадратов на 100 мест людей, которые будут там проходить реабилитацию. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я бы хотел обратить внимание, коллеги, на то, что меня лично поражает в опыте реабилитационных центров, сети, северокавказской сети реабилитационных центров Николая Еленовича Новопашева. То, что у меня лично всегда было представление раньше, что человек, который попал в беду, стал наркозависим, наркопотребителем, это человек, который, по большому счету, в лучшем случае может восстановить свой статус, как и пишут, всегда представлены в законе. То есть, по условному говоря, человек тихо жил, потом стал наркозависимым, а потом мы его должны опять ввести, чтобы он тихо жил. А в случае с реабилитационными центрами сети Николая Еленовича Новопашина у меня все полностью поменялось, потому что я вижу, что метод совсем в другом. Ты сегодня оступился, на самом деле это твоя распущенность, и ты виноват. Ну а ты для того, чтобы уйти от зависимости, должен стать, по сути, лидером социального служения. То есть, ты должен помогать другим. И вот этот момент, когда получается все наоборот, то есть, человек не просто лишь бы как-то восстановился, лишь бы как вернулся, а что наоборот, от него требуют, по сути, того, что не от каждого обычного человека требуется. Вот этот момент, мне кажется, очень важный. И мне кажется, в этом есть, в том числе, и какая-то, вот именно, может быть, истинно российский способ реабилитации, потому что здесь становится понятно, что если человек не стал думать о других, то у него, к сожалению, возможности сорваться, вернуться к наркопотреблению, гораздо больше. И вот этот момент, он, на мой взгляд, такой удивительный, требует обсуждения, продумывания, и сам по себе очень интересный. И второй момент, я хотел бы, по поводу Крыма, Станислава Викторовича упомянул. Вот очень интересная ситуация сейчас в Крыму создалась, связанная с тем, что там были государственные программы снижение вреда и, соответственно, заместительные терапии через официальную государственную раздачу методолога. И сейчас, поскольку в российском законодательстве такой программ нет, и принципиально российская позиция, официальная позиция государства, что такие программы недопустимы, то сейчас очень сложно идет период, и впервые такого окна получаем, как на самом деле вести антиметагонную реабилитацию, включая, конечно, прежде чем медицинский блок, дальше социальный блок. Это очень сложный вопрос. И здесь, мне кажется, надо тоже изучать максимально этот вопрос. Создаются дополнительные центры, в Крыму используются существующие центры для этого. Но настолько новая ситуация, что эта антиметагонная реабилитация тоже со временем заверзнет в потребность специального обсуждения и очень будет интересно мнение уважаемых экспертов.